итак здравствуйте дорогие друзья сегодня нас торник 19 декабря давайте с вами посмотрим на график еврофунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро вчера в принципе торговался достаточно спокойно после хорошего восстановления в ходе азиатской сессии несколько раз покупатели предпринимали попытки пробиться выше на 930 но как мы видим ничего из не вышло были у нас образованы точки входа в короткие позиции движения там порядка 15 20 пунктов принципе как во второй половине дня но ничего более серьезного с обновлением 08 91 я не увидел да выше у нас слабые данные по индикатору условий деловой среды оценки текущей ситуации экономических ожиданий от института афиопа германии казалось бы на них можно было неплохо просесть но как видим у рынка другое направление все-таки те покупки которые у нас наблюдались на прошлой неделе продолжают иметь место быть и по всей видимости сегодня вновь покупатели что-то попытаются сделать 0 930 британскому фунту повезло меньше там после защиты минимума в прошлой пятнице был провален этот уровень и обратный тест внизу вверх на 26 65 26 69 тогда был уровень все это привело к хорошей точке входа в короткие позиции и дальнейшей распродажи британца сейчас мы видим небольшую коррекцию но опять же много будет теперь зависеть от комментариев представителей банка давайте с вами как раз и поговорим посмотрим экономический календарь и разберемся с тем что там есть видим что публикуется у нас сегодня баланс промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленных выступает на заместитель губернатора банка англии по финансовой стабильности и очевидно что его заявления будут влиять как-то на британский фонд если он намекнет ровно о том же о чем говорил нам эндрю бейли на прошлой неделе и скажет что необходимо дальше нам бороться с инфляцией даже несмотря на предпосылки скатывание экономики в рецессию то конечно это окажет некоторую поддержку британскому фунту и поможет ему восстановиться выходит нас объем выданных разрешений на строительство в сша число новых закладок этот параметр также очень важен для американской экономики очень важен для понятия в какую сторону движется у нас рынок недвижимости и случае роста этих показателей можно ожидать небольшого укрепления американского доллара слабая статистика конечно же приведет более крупному движению доллара вниз а и к укреплению евро не британского фунта непосредственно технической картины часовой график евро долларом но я думаю что все как и вчера есть то 930 ложный пробой на этом уровне в случае неудачного закрепления в первой половине дня приведет к сигналу на продажу и к движению евро вниз в район 08 91 стоит помнить что сегодня у нас выходят данные по инфляции в еврозоне которые могут и задавать тонн направления рынка в случае снижения инфляции в ноябре этого года до уровня 2 и 4 процента если показатель останется без пересмотра то очевидно это может оказать некоторое давление на евро поэтому ложный пробой на на 930 приведет к движению на 08 91 если же инфляция у нас вырастет то закрепление выше на 930 хорошая точка входа в длинные позиции и идем на 0968 с перспективы 10 07 где посмотрю продажи на отскок с коррекцией 30 35 пунктов короткие позиции от 0968 ровно как от он 930 против бычьего рынка конечно только при формировании ложного пробоя если данные у нас будут пересмотрены даже более мягкую сторону и инфляция в еврозоне снизится то 08 91 я думаю может привести даже к прорыву и обновление снизу вверх даст точку входа в короткие позиции с перспективы 08 57 и 08 27 но вряд ли сегодня волатильность будет такой высокой поэтому я думаю что быки уже станут на защиту 08 91 при формировании ложного пробоя здесь открывая длинные позиции продолжение бычьего рынка что касается британского фунта я уже говорил что единственным важным событием является выступление представителя банка англии жесткая позиция позволит выбраться за 26 65 обратный тест сверху вниз сигнал на покупку с движением 26 99 и 27 26 где посмотрю продажи на сколько с коррекцией в 25 30 пунктов короткие позиции на 26 65 ровно как и 26 99 буду смотреть только при формировании ложного пробоя ну а целью медведей как вы понимаете является минимум вчерашнего дня это 26 29 прорыв закрепением и тестом снизу вверх приведет к более крупной распродаже на 25 95 25 64 где посмотрю покупки на сколько с коррекцией в 25 30 пунктов защита 26 29 в первой половине дня конечно же будет приоритетом для покупателей здесь ложный пробой как и ложный пробой 25 95 все это будут хорошие точки входа в длинные позиции в расчете на возобновление бычьего рынка пока со счетов моего не списываем даже несмотря на такую медвежью коррекцию наблюдаем в прошлую пятницу и в ходе вчерашнего дня всем удачи